так ну что ребят всем привет с вами до инвест я приветствую вас на своем канале сегодня будет интересен как всегда в конце у нас будут конкурсы а также давайте пока вот такая вводная часть я сейчас расскажу о планах то что у нас планируется очень скоро будет интересный инструмент не хай проект не вложение просто там будет очень крутой инструмент сейчас пока на стадии тех задания денег ни от кого не требуется то есть вообще абсолютно самое главное чтоб нас было много и мы все были в одном месте это то о чем я всегда говорил что всегда очень важно именно аудитория и соответственно мы все соберемся в одном месте в общем будет очень крутая штука так дальше по крипто эксперименту значит наверное в понедельник будет видосик там нас еще добавляется призм к сейчас его переименовали как то ягуар что-то икс там zx какой-то ну в общем короче скоро будет этом всю информацию дам они тоже выделяют на монет на 500 долларов и завязательно мы это обязательно потом разыграем то есть там пройдет два-три месяца и мы соответственно вот 500 долларов допустим получилось заработать грубо говоря там 600 долларов 300 мы разыграем на канале то есть по такому же принципу сделан как это было с квантом также возможно еще одна монет добавится тоже на 500 баксов это сейчас пока в стадии переговоров в общем так что я думаю будет очень интересно потому что реально с помощью таких вот экспериментов у нас ребята могут действительно просто бесплатно абсолютно бесплатно начать там грубо говоря получать какие-то уже первые средства дальше я готов подключаться если что все тоже готов только вот я не знаю меня просто слышит и видит на канале никто не хочет ставить плюсики а ты я волой знаешь как делаю ты сам с телефона зайди на свою трансляцию увидишь есть звук или нет точно а я вот я же у меня другой компьютер то я сейчас или с другого компьютера да а нет это я там это моя трансляция да там друзья поставьте пожалуйста плюсики если меня видно и слышно человек активный видно сразу так всем благодарю виталий сейчас у нас денис еще я стоп стоп я ребят точно я же без этого все ребят всем видно все все видно слышно и вас тоже слышно было на канале потому что я уже с вами общаюсь еще раз всем привет до всех приветствуем сегодня у нас опять стрим такой вот мы давным-давно кстати не проводили в отдыхал вова как отдохнул рассказывать я супер отдохнул у меня там были поездки моя спланированная воронеж как всегда мотоциклы речка шашлыки башлыки вегетарианский соответственно вегетарианский я понимаю все ядные я там как всегда у меня своя там немножко там отличающийся вот рыбалочка щук половили неплохо так тоже на лодке покатались гора была вообще просто просто было так такой пекла вы себе просто не представляете причем только градусов у нас было вот но 42 там вот у нас машине показывал кратушьей там мы для на мотоцикле вот так вот ехал и как будто ты в бане едет вот здесь чего из кого делаются вегетарианские шашлыки ну я там в основном из овощей делу но я что рыбу употребляю сейчас вот сейчас рыбу тоже кушаю так что рыбу ел но это как бы все равно мясо считается так что надо такой товарищ котов присоединился всем доброго времени приветствую товарищ котов сегодня у нас сидите ребят до конца в конце у нас будет как всегда конкурс ребят с этим словом придумали какие слова я еще нет а по ходу пьесы придумаем да надо будет конце чем придумать обязательно но придумаем в любом случае давайте обсудим поскольку последняя трансляция была уже в июне прошло времени немало и много событий произошли за эти полтора месяца вот давай давайте поделимся у меня у меня самая самая папа куда я вляпался просто ну конечно это не сравнить с вгсом но это сварки вот куда реально то есть там конкретно жестками шутил админ прям то есть я всегда зарег все что нибудь но я просто вообще ну прям не рассчитывал то есть я всегда проекты значит делю так типа проект на сто двести долларов проектом на 500 баксов проект на штуку баксов то ну и и и и больше так что видно на всем экране а ты можешь у себя выбрать вид галереи выбери зубе наверху все вижу вот и этот я проект просто переоценил он был окажется по сто двести баксов а я туда ну я это можно посерьезнее ну в итоге просто бабло сбор дикий оказался админ просто вообще жестко всех кинул и ну и все имею то что имею вот так вот по посадиму 45 процентов получилось вывести но это это бабло сбор 45 это все равно лучше чем в гс и ничего оптимист а как по-другому ничего будет опытом как бы но неприятно конечно неприятно так вообще так прям я прям такие надежды думал вообще вот здесь вот думаю вот до без убытка мы по-любому тут вообще все выскочим потом буду зарабатывать но в итоге так получилось ну че уже ничего не сделаешь просто опыт который в дальнейшем поможет зарабатывать вот и все андрей джигз и вову покати не было на джигском анал скаманул этот как она называется но она бесплатка была по рекламе там а потом еще дополнительно там инструменты как же на его 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 до его там я знаю там тоже был собственно говоря я не очень понимаю что значит бесплатка ну бесплатка это когда ты заходишь просто там выполняешь какие-то задания эти там какие-то маленькие-маленькие доли копейки можно и не можно не говорить что они в скам попали потому что ничего ничего не ну да да там все приходи туда на бесплатку так что как бы вкладывали деньги то есть для них да конечно скам дело на так шумел вроде так нормально со всех и волой после отпуска в рабочий режим то вошел да и уже неделю как вошел у меня в последний рабочий день сегодня у меня три прямых эфира и так что нормально прямой эфир это по клубу проводишь заробара да ну мы так и на канале вот у меня прямой эфир проводили там по вордликса вчера ну там по теме тоже интересный там создателям саймоном вот а тогда у меня с утра прямые эфиры каждый день по часу примерно утренний фейсбуке и потом еще вечерние но там мы приглашаем людей кстати вот можно если что можете тоже можно в клубе это поговорить . поучаствовать как-нибудь втроем обсудить какие-то темы если интересно ну как у тебя контента там уже не будет на выдачу у нас позовешь почему на фейсбуке не на ю тубе у тебя же подписчиков наверняка на ю тубе больше но там потому что все удобно и просто то есть там зашел тему быстренько создал включил прямой эфир он проходит все тебе сразу там все подключается кому нужно потом нажал завершить и он моментально попадает сразу фейсбук ну в закрытую группу все вот этим очень удобно поэтому вконтакте же вроде тоже так же можно я по-моему проводил даже как-то на ю тубе но еще дополнительно взялся вконтакте может привыкли с фейсбуком так что вот работаем а там ограничений о продолжительности нету да не там от ну разный но в основном полчаса там час вот так вот проходит когда как 40 минут 50 каждый день какие-то там новости по проектам я рассказываю ли там интересные темы там про кредиты допустим вот на этой неделе была тема тоже рассказывал свое видение по финансовой грамотности по духовному росту в среду у нас ответы на вопросы вообще по всему чему угодно то есть этом люди спрашивают я отвечаю так что вот так я видел ты сегодня там но я не смотрел видос увидел ферму зашел ферму до зашел несколько дней назад тоже классно кстати она же создатели этого дрифта дрифта дрифт еще до фигура да 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 но я поэтому и зашел потому что как бы хорошая администрация там лишь вы на старте не закидали то но уже старта давно уже был месяц прошел на старте заходил не 23 там я такой залетел володь я на одном из hype мониторингов видел систему рейтингов админов то есть типа они отслеживают какой проект у какого админа как отработал и соответственно у него рейтинг либо повышается либо понижается вы в не практикуете что-то такое да нет но я вообще в клубе как бы у нас там я такие темы вот типа там фермы или там клоу течи а вообще не даю то есть у нас более серьезные какие-то там направлением это вообще игрушка у меня очень позиционирование такое что ребят ну хотите просто за телефон платить себе там игрушка не игрушка понимаешь denis игрушка не игрушка но экономические игры они достаточно такие живучие давать уже видел кстати а там же легенд никаких нет то есть мы по факту никто не придумал люди любят поиграть и админы вот они вот я сколько уже с ними с играми работы уже много лет а в свое время у меня где-то около года была вообще практика только на играх я зарабатывал вот лет шесть назад или семь и я скажу что там как бы практически все они вот нормально дают заработать и не хуже хайпов то есть это такой же хайп только под прикрытием экономической игры поэтому я так с охоточкой иногда и беру на канал вот так ферма по это веселые рыбаки были потом кашмарин тоже хорошо отработал веселые рыбаки дали всем заработать так что я считаю что эта тема достаточно требуется какие-то телодвижения вот в этой ферме ферме ничего не нужно вот в веселых рыбаках да там геморрой надо было каждый день заходить там если ты не снял вовремя то короче тебя процент снимает там 10 процентов в сутки с прибыли с твоей или там где-то там что-то собирать нужно я кстати обнаружил вот когда записывал фер по ферме игру была такая ферме ну я там свое время тоже развивался ферма соседей кто помнит не знаю знаете такую игрушку нет нет да вы что ребята вы не знаете ферма соседи короче я скажу так что она работает девять лет и работает до сих пор 9 лет я вот я тоже в обзоре говорю дай-ка я сейчас ну ферма 1 такое аналогическое аналогичное название думаю тоже зайду захожу смотрю они работают короче она такая там вообще замудреная там то есть там животных покупаешь потом всякие там под них здание строишь потом туда куриц высаживаешь они тебе яйца несут каждый день собирать там продавать куда-то там масло гнать там корова молоко дает но там целая вот на самом деле экономическая игра вот крутая и работает 9 лет и там люди кстати я скажу что зарабатывают сотни тысяч рублей и выплачут на чем на этой на на игрушки на этой то есть вот даже сейчас если там зайти но там надо где-то год или два вот так вот вот прям каждый день там что-то делать развиваться прокачивать аккаунт даже дака прокачивать тогда ты выйдешь на такой пассивный доход я там посмотрел я я не помню сколько я там сейчас вот даже скажу там выплатили денег я уж не помню 350 что-то там 9 миллионов рублей вы представляете 9 лет я вообще конечно вот вам экономические игры подожди оплатят то за что платит там ты продаешь там вот эти вот все вещи я честно говоря не помню но тоже там все там вывод работает как бы четкой там людей вообще просто там 200 или 300 тысяч человек сейчас там я понимаю модель называется фремиум когда ты бесплатно играешь те же танки например а если хочешь какие-то прибамбасы оформление танка дополнительное какое-то там вооружение уже за это надо платить вот это понятно и но я сам танки не играю то есть я так понимаю игроки наверное могут друг другу перепродавать какие-то вот эти ценности внутри игровые а здесь получается тебе платит сама игра за что вот за сданное молоко там или да я честно в андре не давно прошло уже я там был шесть или тоже семь лет назад и я не помню надо посмотреть ты можешь обзоры посмотреть их есть в интернете но если тебе интересно зайди посмотри там просто как раз у тебя как у опытного человека вот есть категория хайпов есть категория экономических игр то есть д на 5 старху на мне вопрос задали волочь как бы ты тогда вот раздели нам вот чем принципиально хайп от экономических игр отличаются да в общем-то ничем просто там более лояльная аудитория туда приходит вот такие люди которые любители поиграть и администраторы там вот в основном вот я сколько там видел и встречал за все годы как я работаю в интернете ну вот они там адекватным то есть они работают работают или что-то там делают в где все время выплачивают или вот но если баллы там есть там вот баллы когда придумывают вот это вот уже шняга но с баллами там игра работает вообще вот у меня даже закладочка я сейчас посмотрю есть у меня раньше была закладочка по экономическим играм эконом игры вот у меня есть тут игрушка elven gold называется и кстати я недавно заходил golden tea игрушка тоже есть такая тема а вот заблокировали эту игрушку почему-то бизнес связь и golden tea работает тоже до сих пор сейчас посмотрю откроется она или нет так андрей тут вопрос работам что ребят по боту я сегодня писал или вчера не помню несколько на следующей неделе информацию 85 процентов они уже депозитов вернули осталось у них вернуть 9 эфиров вот у меня три аккаунта на один аккаунт причем где у меня максимальный был депозит именно по пассиву 6 эфиров мне там было мне вернули еще два аккаунта у меня там на одном там крючок о двух-трех эфиров на осталось еще еще не получил на следующей неделе ждем информации я на канале в телеграм я вы смотрите вот игрушку golden tea я не знаю видно там мы работаем 5 лет и 5 месяцев зарегистрировано 2 миллиона сейчас я вам почитаю вот я открыл до сих пор работает игрушка мы работаем 5 лет 5 месяцев и 16 дней зарегистрировано 2 миллиона 760 тысяч двести пять человек представляете работает игрушка до сих пор вот вам экономические игры. Но там уже баллы. Значит, сделана удачная бизнес-модель, которая обеспечивает стабильность. Да. Ну, так же, как Суперкопилка, она 7 лет работает. Я вот Суперкопилке, мы вот только позавчера записывали видеообзор, я все там вышел на пассивный доход за 9 месяцев с 500 долларов на 1000 долларов в месяц. Все, у меня сейчас все. Я вот вывел. Это сколько ты накидывал все время? Потому что там в такой маркете, мне его сколько раз предлагали, я от него отказывался, говорю, ребят, у меня короткие обзоры, просто я вот за 5 минут хочу вот просто дать информацию людям, как заработать. У вас, говорю, я ничего вообще не пойму. Просто здесь без коннекта именно с вышестоящими, это не расскажет за 5 минут. А у меня так и есть. У меня есть вот куратор, вот он в свое время вышел со мной на смеси. Мы тоже предлагали. Говорят, мы тебе будем кулировать. Как я информацию, я не понимаю, говорю, вообще ничего тут. Я ничего там тоже не понимаю, тебе скажу больше. Я вообще не понимаю. Ну вот мы с ним каждый месяц записываем обзоры и делаем то, что там нужно. То есть там закольцовку вот эту там. Да-да-да, закольцовка там, да. Вот надо вот... Крелест ставим, потом там что-то там добавляем. Короче, я бы затрой, возможно, тоже там Кирилл, у меня есть партнер, вот он мне самый первый это предложил. И я думаю, мне надо будет, короче, если что, он мне тоже говорил, что там вышестоящие будут работать с твоими людьми. Я не понимаю. Вот зря, зря, смотри, я вот вышел на полный посет. А мне где-то год назад предлагали? Ну вот, вот видишь, если бы ты год назад вышел, вот 1000 долларов в месяц, вот эти вот деньги я сейчас в акции буду, допустим, вкладывать раз в месяц. Ты все-таки в акции? То есть ты не в крипту, не эфир, не биток, все-таки в акции? Я, нет, у меня в крипте хороший портфель, но в рынок акций мне сейчас тоже заходят. А, то есть он тебе тоже интересен стал, сейчас ты туда тоже рассматриваешься? Да, уже много месяцев, я год назад сигналы купил по акциям. Вот сейчас. Я как бы в консерватив тоже, то есть, ну, если вы знаете, да, ну и мы все, да, то я жесткий такой диверсификатор. Если в крипте, то я не знаю, что надо в крипте все деньги держать. Если это консерватив, то это не обязательно, что должно быть только лайф изгут и больше ничего не должно быть. То есть у меня из консерватива будет лайф изгут, будут акции и облигации, это второй вариант, то есть это твои тоже, как бы, деньги у тебя на твоих брокерских счетах, ты все там покупаешь и все, и много-много лет растить портфель. Вот я много-много лет сейчас буду откладывать там из суперкопилки или еще там докладывать там по, ну там по 70, по 100 тысяч рублей в месяц в акции, в облигации. Ну и плюс сейчас у меня сумма отложена, 300 тысяч я планирую сразу инвестировать. Я потому сейчас обучение купил еще второе по как раз зарубежному рынку, куда зайти, там какие акции купить. Я сейчас как раз прохожу, и там человек, ну грамотный, он тоже давно уже в акциях, он просто тоже будет подсказывать от начала до конца. То есть вот мне именно такое обучение нужно было, потому что, почему я не мог зайти? потому что нету пошаговой инструкции, там вот тебе нужен такой вот брокер, там зайди туда, вот тебе надо сформировать, у тебя есть такая сумма, давай мы тебе сформируем вот на твою сумму именно вот в кризис, как сейчас идет, вот давай в портфель сделаем именно вот сейчас, какой есть. Да, чтобы он тебе сейчас уже даже в кризис приносил, постарался, ну прибыль, да, какие-то там на убыточные акции купить, которые в будущем вырастут. Недооцененные. Недооцененные. Вот я сейчас такое обучение зашел, и соответственно я с удовольствием зайду в этот рынок, как бы и проинвестирую, почему бы и нет. Кстати, давайте тему поднимем еще по крипте, видели, да, что происходит? Радует, да? Да, это вообще просто удовольствие, удовольствие наблюдать за всем. Да, да. А что, ну вот сейчас эфириум 2.0, я уже записывал тоже обзор у себя, как раз-таки тоже там дефицит и все остальное, ну и вот действительно мы видим там, да, за короткий промежуток времени буквально там, ну, очень хороший результат по эфиру. Да, считаю, прикольно, ну я, потому что сейчас видишь, они там тесты запускали, свои сети, вот это эфириум 2.0, то есть там много событий, и сейчас вообще весь мир, ну вы видите, что происходит, все крипту признала Америка. Да, 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 банки там уже начинают что-то, там уже смотреть в сторону крипты, они отнекиваются от нее. Не отнекиваются, они все, они принимают биткоины, все, теперь можно в американский банк вложиться как бы в биткоинах. Это уже все. Только зачем? Только у нас в России, как всегда, на это, законы такие анти-криптовые принимают. А, ну да, там типа покупать нельзя будет, то есть рассчитываться криптой за что-либо нельзя. Да, ну слава богу, хоть сажать не будут этой вот адура, хотели сажать, задержали. У нас же свободная страна, Вова, ты че? Вова, да, куда деваться? Свободная, да. Свободная, да. Так, привет, покрепи Юрса, что скажете? Так, а у меня есть, мне подарили на, ну короче, на 100 долларов монеток, где-то, наверное, может это был октябрь-ноябрь прошлого года, они у меня сейчас там, не знаю, баксов 300 или 400 стоят, ну в принципе прикольно, че, но я ничего не записывал по ним, не это, особо не разбирался, просто смотрю, в кабинете есть, думаю, ну классно, пусть растет. Я сегодня, короче, купил себе трона и зашел тоже один, короче, классный проект, это TronChain, я не знаю, слышали вы такое или нет? А, я слышал такое, да. Вообще бомбическая тема, я, Дэн, тебе прям настоятельно рекомендую зайти, потому что он работает всего 8 дней, мы, кстати, с нашей командой аудиторов, у меня 2 человека, с кем мы аудиты проводили раньше, когда этот тренд был. Дырок не было, нормально все. Платно мы делали, да, мы проверили полностью и один и второй, еще раз, то есть до этого там у них были, там, 2 недочета, мы, кстати, создателя вчера в закрытый клуб второй раз приглашали Андреаса, то есть, ну, там прямой эфир у нас с ним был, с переводчиком, там он в Швейцарии живет и он создал это все, то есть, вот такой сетевик бывший, как бы, со стажем, и до этого у него был проект EtherChain, ну и сейчас он работает до сих пор, там просто... EtherChain же вроде работает, да, он же вроде там... Да, работает все четко... Что-то там нормально или что-то там начинает... Конечно, нет, там все четко, нет, там все четко и будет четко, потому что он вообще, вот вчера он рассказал планы, как он что будет делать, он планирует создать такую экосистему из смарт-контрактов, то есть, сначала был EtherChain, он работает на эфире, там маркетинг вообще классный, что там не будет опустошения кассы, там все время деньги идут туда, потому что там 310% он дает заработать. Я видел, я видел маркетинг, просто я, знаешь, я почему я так, как бы, думаю, посмотрю, понаблюдаю, потому что в теории, как бы, он идеально работает, а бывает такое, что в теории вроде все классно, а потом на практике, когда начинается какой-то вот геморрой. Ну, что не классно, что не классно работает, когда есть дыры и нету отказа от владения, ну вот мы еще раз перепроверили, еще раз скажу с командой, там вообще все идеально, просто такая лялечка, вот этот вот TronChain, ну и TronChain они тоже там, что нам не нравилось, они тоже это закрыли, то есть, это полностью отказ от владения, они не могут туда влезть вообще никак, то есть, это честная пирамида, которая будет работать до последнего цента, пока будет там на смарт-контракте деньги, Tron в данном случае, и в EtherChain тоже. Но еще знаешь, как они сделали? То есть, из TronChain деньги, которые заходят, они сделали 3% от партнерки, ну, админов, потому что аккаунт их верхний стоит, то они вливаются тоже через смарт-контракт, деньги идут, ну или там как-то я не знаю, как они там сделали, короче, в этот, на подпитку EtherChain. И потом следующий, то есть, они потом, у них в планах еще один смарт-контракт создать, пока непонятно на чем, или на эфире, или там на Tron, или еще на каком-то блокчейне это все будет. Там тоже будет 3% идти уже в TronChain. Потом эти 310%, ты даже если структуру на миллион пригласил, у тебя там накапало по партнерке там 100 тысяч, ограничения там, да. Вот и все, 300%, 310 ты вывел, все, и больше ты вывести не можешь, даже если у тебя по твоему депозиту, то есть ты 1% сутки там получаешь, но у тебя все по партнерке взошло 310, все, у тебя закрывается аккаунт, и ты должен заново инвестировать деньги, чтобы получать дальше и партнерку, и свой депозит, понимаешь? А аккаунт, как бы место-то сохраняется на том же месте? Да, там все сохраняется, там все хорошо, да, все по-моему, да, все там четко, так что вот эта вот тема вообще просто огонь, мы его с командой, с наших аналитиков рассмотрели, мы просто вообще влюбились в этот проект, и вот я сегодня купил Tron на 4 тысячи долларов, вчера точнее, а сегодня вот буквально почему-то ссылку там дал, потому что я прям дозаписывал ролик, чтобы дать ссылочку ребятам, кстати, вот я еще не скинул. Вот, так что я считаю просто тема бомбовая, заработать вот на ней галочку поставь, Денис. Ну смотри, просто хайпов же на смарт-контрактах много, и мы с Дэном участвовали в Валле год назад, и там тоже они аудит проходили. Нет, ну это там… Он-то и заскавился, когда уже отток пошел, там, то есть, ну там, там на самом деле во втором Вале вообще рекламы не было, они рекламой не занимались. Ну да, зависит все, да, конечно же, от того, какие в сетевики заходят лидеры и так далее, то есть мы понимаем, да, что если не будет рекламы, то проект там жить не будет. Но здесь мы имеем вообще классное движение, потому что мы по трафику посмотрели, там и китайские структуры, причем мы общаемся, вот Влад у меня общается там с сетевиками из Китая, ну через переводчик, соответственно. И тоже там, они говорят, а мы уже там, мы уже качаем, там все, у нас там вообще структуры вообще строятся. Сегодня мы посмотрели по смарт-контракту, только за сегодня зашло 70 тысяч долларов. Вот только сейчас я тоже там перед прямым эфиром тоже разговаривал. 70 тысяч за сегодня. Нормально. Поэтому движуха такая интересная, и в 8 дней работы на старте зайти в Вазерчейн, да, понятно, он уже там почти 2 месяца работает, там уже как бы заходить, не знаю. Ну и можно, но... А ты про какой сейчас говоришь? Я говорю про TronChain, это такой же проект от этого же админа, но это вот второй проект на Tron. Параллельно, да? Да, параллельно, вот он запустил, это скрипт один и тот же, то есть они взяли такой же скрипт, продублировали его на Tron, запустили, только на блокчейне Tron, а не на эфире. Вот и все. Но он такой более аккуратный, как ребята сказали, прям четкий, аккуратный, читаемый, без дыр, без бэкторов, вообще все, идеальный. Вот и все. Так что присмотреть, ну или ты, Денис, не знаю, там, Андрей как. Да, посмотрим, посмотрим. У меня сейчас этот будет... Сейчас же очень много вот этих токенообразных проектов, вот, и ну мне очень много там предложений, Дэн, давай там запиши ролик, там, давай мы там выделим депозит. Я говорю, давайте сделаем так, говорю, просто я сделаю, у меня есть криптоэксперимент, где там различные монеты, а здесь мы сделаем токенэксперимент. И все, то есть они выделяют там, ну грубо говоря, на 500 баксов, мы смотрим, как это все растет, и потом половину на канале разыгрываем. То есть я сейчас вот по такой схеме, и как бы у меня уже два есть проекта, которые так заходят. Ну и следовательно мы это все соединим, и потом у тех, кто смотрят за каналом, у них будет возможность как бы выиграть деньжат. Потому что тот же самый Кван, допустим, который в криптоэксперименте он добавлялся. Копа, кстати, сейчас торгуется. Я знаю, да, он торгуется. Ну, короче, мы разыгрывали там, я не помню, по-моему, около 300 с лишним монет. На пике, когда он по 6 баксов был, это было 1800 долларов. Вот мы разыграли на канале. Но я не знаю там, кто как, по какой цене продавал, конечно, потому что кто-то, может быть, по доллару продал, кто-то, может быть, там, по полтора, по два. Ну, до 6 баксов он доходил, и маленькими депозитами можно было сказать, сейчас 50 центов, по-моему. А, 50 центов, смелил. Ну, да. Мне сейчас вопросы задают, говорю, Дэн, что там по этому думаешь? Я говорю, ну, если админы, говорю, уже заработали, и им уже все, как бы, то все, наверное, вам еще не нужно было. Тогда уже ничего хорошего не увидим. Если еще не заработали, то еще увидим что-нибудь интересное. Ну, мое мнение такое. Понял. Я даже не знал, кстати. Я думал, так он и по трешке торгуется. Нет, ты что, он там, как только он на призмбит, его залистили, он сразу упал. Его же держали там искусственно, там же видно было. То есть там при желании любой человек мог там с 1000 долларов уронить его до 50 центов. Ну, так и произошло, в принципе. А, Дэн, по поводу этого резкого роста оура на прошлой неделе. А, да какой рост? Блин, это просто для, ну, мое мнение, что это было просто сделано. Ну, во-первых, это на винтаксе. На винтакс завести депозит нельзя. Они там уже ботами нарисовали стоимость выше. Ну, нет. С одной стороны, это как бы, ну, хоть что-то начинать делать, это хорошо. То есть они просто обращают внимание, там, крипто-сообщества на себя тем, что там за сутки там добавили просто там тысяч процентов. То есть, ну, а что это такое? Давайте на него посмотрим, да. То есть, ну, с одной стороны, это правильно маркетинг выходки. Другое дело, понятное дело, что там продать нельзя, потому что на винтакс ты завести ничего не можешь. Торгуешь ты конкретно на BTC Alpha. Вот. Ну, на BTC Alpha, ну, я смотрю, Саныч там вроде как что-то шевелится. Посмотрим. Надеюсь, будет все окей и что-нибудь мы там увидим в криптоэксперименте. Позитивные какие-нибудь моменты относительно оуру. Так что посмотрим. Так, какие мысли про токен призм бит? Так, не знаю. У нас Дима там выделил монеток в прошлый раз там на розыгрыше. Если честно, я особо не следил. То есть, поэтому пока ничего сказать не могу. Вот. Так, что у нас тут еще? Вопросы есть какие-нибудь? Та-да-да-дан. Та-да-дан. По боту я ответил. Ну, в принципе, вроде все вопросы я ответил. Ребята, если есть вопросы, задавайте там. Вова, ты в этом же, в Амире тоже есть, да? Да. Че по нему думаешь? Какие у тебя мысли вообще? Поделись. А че? Там пока все хорошо. Че там думаешь? Я знаю, что все хорошо. Я и говорю. То есть, ну, поделись своим мнением. Че там? Че думаешь? Я там вышел на вторую партнерку наконец-то. У меня там депозит 10100 долларов встал. И у меня повысилась партнерка с этой недели. Но это благодаря, конечно же, росту эфира и там биткоина и всего остального. И плюс там, да. И плюс я реинвестирование сколько считаю? Шесть месяцев почти делал. Так что, короче. На этой неделе получу хорошую прибыль, по идее. Должен. А вторая партнерка, она в смысле более высокие проценты? Нет, там уровень открылся просто. Правильно? Да, нет, да. Более высокие проценты. Там было что-то там 15, 10, 5. Сейчас уже от начисления партнеров 20, 15 и что-то там тоже. Ну, короче, нормально так. Там один уровень дополнительно добавляется, когда ты там преодолеваешь какой-то там у них вот по рангам. То есть, там там так, да. А у тебя какой объем получился в этом? У меня 200 тысяч долларов. Сколько? 200 тысяч долларов. У меня сейчас объем. Нормально. Оборвенно. Но у меня где-то полтеней где-то так получается. У меня 40 был на курс. Вырос сейчас на где-то 50. Ну, я туда выводил. Я выводил оттуда нормально. У меня, я заводил туда 15,5, потом они мне поработали. Я 7, мне надо было там вывести на другой инструмент. И я поставил, все вообще мгновенно, все пришло. Ну, там изначально же с накопительного счета выводишь на обычный кошелек, который у тебя в Амире. А потом уже с этого кошелька выводишь, и он там в течение 5 минут приходит. То есть нормально все. У меня, кстати, есть тоже важное событие, вообще произошло в моей жизни, как раз в июле, когда я в отпуске был. Вячеслава Курбатова, знаете вы, я не знаю, блогер? Кого? Вячеслав Курбатов. Да-да-да. Что-то знакомое. Я знаю, знаю, знаю. У Славы он запустил свой фонд, там где-то около 3 месяцев назад, даже с копейками. И он сам торгует, вот он с 2017 года занимается торговлей тоже там на бинансе, там на криптовалютном рынке. И, короче, вот мы с клубом заходили тоже туда прям со старта, то есть в закрытом клубе, такая информация для нас вначале была. Ты, по-моему, говорил о том эфире. Да, и, ну вот, важное событие, это то, что вот Слава как раз был здесь месяц, весь июль в Сочи, вот мы встречались тоже вот в офисе, здесь проводили прямой эфир, потом после там, ну, ходили там в ресторан покушать и запартнерились одним словом, там договорились, что мы теперь партнеры в клубе, то есть я являюсь теперь совладельцем и сооснователем клуба Enterprise у Славы. То есть, ну, до декабря, одним словом, мы тоже там, короче, будем собирать деньги и потом уже все, лавочку будем. Он торгует-то на крипте, на Форексе? Нет, он торгует на криптовалютном рынке, ну, там такой же фонд, как у Eomir Capital, вот, похож, то есть там процент тоже, он, ну, наторговывает где-то от 3 до 5 процентов в месяц, там чуть побольше, чем в Амире. Там сложный процент есть или нет? Да, сложный процент есть, то есть там, как бы, все это учитывается, ну, там без сайтов, без всего, то есть так вот ведется все пока в Excel табличках и так далее. Так что вот мы клубом зашли и тоже вот пока тоже говорю такое. Ну, если что, можно, короче, будет к вам там прикусоваться. Да, у меня тоже. Ну, говоришь, он с 17-го года занимается, но мне кажется, 3 года это не такой уж и большой опыт на трейдинге. Большой-небольшой, но там Слава торгует по определенной стратегии, то есть там берется 10-20 процентов от фонда, ну, вообще от депозита и делается в сутки там где-то, там я уж не помню, ну, короче, небольшой процент, то есть 0,1 там или что-то в этом роде. Короче, в неделю там получается, ну, там 0,7, 1, вот на этой неделе было 1,23 процент, потому что, ну, хороший рост там был. А так там 0,7 в неделю где-то там, вот я говорю, 3 процента в месяц по такой стратегии можно заработать. Так что вот как-то так. Ну, и такой процент делать, ну, на криптовалютном рынке не так уж и сложно. Ну, или 1 в сутки, но торговать это очень мало. Но это нормально, то есть если говорят, что там делают там люди 10-20 или 30, это уже, конечно, такая тема. То есть они берут или весь депозит в работу, или там большую часть, там 70-80 процентов, да, можно делать такой депозит. Но это чревато чем? Что у тебя ты ордера, допустим, там поставил 80 процентов, там на рост эфира или там биткоина, а у тебя раз там пошел спад вниз. И все, и тебе надо ждать там, а если ты как бы попал в такую тенденцию, как вот мы видели там на 2-3 года, крипта там с полторы тысячи эфира у нас посыпался там до 100 долларов, вот мы видели, да, цену. 80 долларов, по-моему, был минимал. 80, да. Так что здесь вот, ну, по хорошей стратегии, так что вот мы объединились и теперь тоже вместе работаем. У меня у Славы тоже, кстати, 10 тысяч долларов тоже на балансе. У нас, кстати, больше нельзя проинвестировать, десяточка, это максималка. А минимум какой? Минимум 100 долларов. Ну, либо 30 процентов, либо 30 процентов могут делать легендарные админы какие-нибудь, трейдеры. Легендарные, от слова легенда. Учеркнул, да? Да, от слова легенда. Палак, юрлицо какое-то регистрировали? Нет, ну мы вообще как бы не хотим, мы поэтому сейчас в декабре и вообще все ролики удаляем, все как бы прикрываем и только у нас в закрытом клубе мы будем давать информацию, ну, как там фонд отторговал за неделю, то есть Слава отчеты делает в закрытом своем чате, добавляет всех, то есть это будет такая закрытая история. Вообще создавалось как вначале, как для своих, вот для клуба там, для своих, но мы пока вот решили вот так вот. То есть набрать, то есть нам большая сумма, там мы посчитали, нам где-то нужно, ну, чтобы все нормально там из биржи было, где-то около 200 тысяч долларов. То есть, ну, чтобы торговля была, и то мы там решили как бы распределять риски, даже если там мало ли аккаунт на бирже заблокировать, чтобы завести несколько аккаунтов, верифицировать их на бирже и торговать уже под разными аккаунтами там, ну, чтобы все четко было. Угу, поэтому как-то так. Так, вопрос задают. Ребята, что не слышно, а, что слышно там по Йода Икт? Ребята, да не знаю, честно, вот сейчас буду записывать даже криптоэксперимент, вот в понедельник, наверное, буду уже всю статистику выдавать, и я не знаю, по какой цене его считать. Потому что по 55 рублей в чатах продать никто не может, причем в чатах вижу даже и по 30 рублей там, не знаю, покупает или нет. Вот, на бирже их продать тоже невозможно. У меня то, что набежало, я вообще просто поменял, короче, я за них оплатил эту толстовку в куди, короче, взял себе, заказал, ну, еще пока не пришло. Вот, остальное все пока коплю, посмотрим, может, что-нибудь получится. Ну, в монетах я понял одно, как только есть возможность зафиксироваться, надо это делать. Вот это тот опыт, который я принял с MLM коинов. Понятно. Володь, вернуться, если к вопросу, ты там сказал, что вы в клубе это не практикуете, вот на тему того, что некоторые мониторинги админом ставят рейтинги, поскольку у тебя там опыт богатый, то есть ты с такими рейтингами не сталкивался? Нет, не сталкивался, честно скажу, не было. Ну, почему спрашиваю? Потому что, ну, на твоей же памяти наверняка были админы, которые, ну, скажем так, более-менее нормально отработали. И, соответственно, если они запускали следующий проект, то уже народ более охотно участвует. Ну, там далеко не так все там как бы происходит на самом деле, что если отработали как бы один раз, то и факт, что они там отработают в следующий раз хорошо. Иногда они делают так, что они запускают проект, чтобы его сосками. Даже после хорошо отработавшего проекта, на моей практике такое было много раз, то есть те люди заходят, все четко там доверяют, да, вот, хорошо отработали, а потом они просто скамят проект. Это ты сейчас говоришь про, как там, это был какой-то, это, ну, забыл, короче. И потом они пока что-то говорят. Я много таких помню на своей практике, так что это... То есть может оказаться, что первый хорошо отработавший проект тоже как замануха своего рода, да? Да, бывает. Но иногда они доноры запускают, то есть они делают сразу два-три проекта. И один проект основной подпитывают двумя остальными. Потом один скамит, второй скамит быстро. И чтобы платить, чтобы репутация была, а те, они не знают, что это от их проектов. Я знаю, как бы я работал в этой кухне, варился там в свое время, так что я всю кухню внутреннюю знаю, админскую там, все такое. Как там, что делается, и как вообще там все происходит на самом деле. Смотри, мы с Дэном еще участвуем в проекте Global InterGold, который занимается золотыми слитками. Вот я не знаю, ты там, ну, у вас в клубе тоже практикуется, инвестиции вот в золотые слитки. Да, ну вот у меня был там какой-то проект, я не помню, как назывался, тоже со слитками, с добычей золотом. Теддл, что-то там, Теддл, ну, я даже не помню, но такое странное название. Но именно реальная добыча, не легенда? Да, ну, вроде как не легенда, это вот там от Ховратова, от Skyway, вот там человек, ну, вот я инвестировал туда лет пять назад, вот я до сих пор никаких дивидендов, ничего, они там в Африке все ездят, то у них одно, то оборудование. Они, короче, золото добыли, но никак через границу вывезти не могут. Да, там одна унция, или я тогда еще, ну, у меня там денег особо не было, там в то время я и то проинвестировал там тысячу долларов, и вот до сих пор они там, это одна унция, у меня и полтора там еще прибавили там полунции, и, короче, до сих пор там эта вся история зависла. Так что вот как-то так. А так, да, у нас мы в стартапы входим, то есть тоже участвуем. Просто Global InterGold 10 лет получается на рынке. Вначале они назывались MGoldex, потом был ребрендинг и переименовались Global InterGold. Ну, там матричный маркетинг же, Андрей. Это просто... А, я понял, мы участвовали. Они потом запустили уже этот... Ну, свои ценные бумаги. Fractal, Fractal. Да, Fractal. Они потом запустили. Поэтому здесь... Ну, не знаю, посмотрим, если Марк наобщался... Ну, просто вот, ты брал у Марка интервью, а я там вчера буквально мы брали у там Олега Ульянова. Это тоже один из лидеров Global InterGold. Да, да, да. Золото уже выросло хорошо в этом году. Поэтому, как бы, именно... Ну, пусть там нет пассива, но, получается, человек заработал даже, имея просто золотые сливки. Ну, да, но это... Ну, если он сохранил их. Потому что многие же там, как только получают вознаграждение, сразу подают просто и все. Ну, в смысле, там внутренние, как бы, баллы вот эти, они их на них покупают, потом сразу же продают и выводят просто. Ну, я так делал. Володь, у тебя из тех проектов, где ты что-то этот мало рассказал после отпуска, то, что ты вернулся. Что там, какие новости, хорошие, плохие? Ну, вот некоторые ты поделился. Скамов, только Ева Эксперт, но там у меня инвестиции, как бы, я там сразу говорил, что там заработки без вложений. То есть там вообще единицы там, кто уважает. А, вот, хлопцы. По Антаресу какие прогнозы? По Антаресу? Мне кажется, что должен еще поработать до зимы. Я так думаю, что должна. Да, может быть, и больше, потому что они там готовят историю тоже, типа, как Финика с этим, с кэшбэком. Вот эту вот классную тему, кстати, они запустили. Параллельные инвестиции кэшбэк еще сделай, да? Да, там что-то там я не помню. Вот подобную историю, мне кажется, это тоже прям продлит жизни проекту очень хорошо. Так что шансы есть. Не, Антарес, они вообще молодцы. Они не сразу вытащили вот так вот все продукты и сказали, выбирайте, что хотите. Все их закидали сразу и все. А они сделали грамотно. Они один продукт запустили. В клоп туда зашли люди. Потом они второй запускают. Эти же люди сидят в реинвест и делают туда, пихают. То есть они вот все время вот этот приток по БЛА, то есть крутится и крутится. То есть они грамотно все сделали. Вообще молодцы. Я думаю, это так и делается, Денис. Это так делают грамотные админы. Я же говорю, грамотные администрации. Да, если у них есть много продуктов, даже изначально, даже если они их знают прям сразу, то грамотные админы они делают вот даже вот там в хайп проектах, даже в каких-то там шлаковых, да? То есть они сначала там запускают одну платежку, хотя могут сразу там 2, 3 или там 3, потом добавляют еще, потом новости. Это такой маркетинг, так делается. По платежкам, кстати, вот как только карты начинают появляться, все, убегать надо. Мы принимаем с карт, все. Значит, надо сваливать. Все же начинают сначала там скрипты, потом там пейры, там какие-нибудь перфект мани, и потом бабах, карты. У кого есть карты, можете выполнять карты со своей. и все сразу сбреются. Ну, потому что карты самопростой заводить. Многие как бы на этого карты вообще классно. И итоги по фондам. Так, Дэн, спроси у ребят, есть, у них есть призн? И, короче, видимо, что... Полным-полно. Полным-полно. У меня на ролик-лубе сейчас 170 тысяч с копейками. Я сейчас еще дозавел там, ну, короче, чтобы уме получить. Паратакс до скольки там повысился? Я не знаю, я сейчас так за призмом... А, я, кстати, еще вот сейчас рассматриваю в MMM-PRISM зайти тоже, короче. Там тоже MMM. Посмотрел. Да-да-да, там на призм запустили. Да, там по тридцаточку, и там эта тема, там, ну, короче, это тот же сайт, который запускался там в свое MMM Global. Я там раньше, лет пять назад был, когда биткоины, они, короче, тоже туда ввели, что можно инвестировать. И сейчас они MMM-PRISM запускают. То есть это движуха тоже может начаться довольно-таки интересная по призму, и рост призма может быть. Потому что там вообще... Там глобальная такая тема, и... А доходность какая? Тридцаточка в месяц. Так что сейчас можно призму вообще легко, короче, это круто. Я нарывался на какой-то видеоролик, который еще... Я не помню, с какого года там. Но как раз-таки там речь шла о том, что... А, курс биткоина пошел в гору. Вот. И там прям федеральный канал. То есть все, смотрите, курс биткоина пошел в гору. Потому что Мавроди запустил, короче, MMM на биткоине. Но вы же знаете, сейчас вы все дадите деньги, получите фантики. А на тот момент они показывают историю. Там реально там что-то баксов 600 или 400 стоил. Я сижу, думаю, блин, вот спустя такой промежуток времени просто вот посмотреть, все это сравнить, думаю, что ты такую дичь несешь просто, деточка ведущая. Всех побрею там, ну, в таком духе. Особенно вот с этим биткоином и всем остальным. Смешно будет. Ну да, побрили, да, с биткоином. Сейчас все мечтают там. В обратную сторону. Так, за Юми поподробнее расскажите, что что-то вангует скам. Это вопрос или утверждение, ничего не понимаю. Я не знаю, у меня Юми, я еще... Мне что-то там начислили. Я этот бот этого проходил. Получил вроде там монет 20 мне дали. Потом вот недавно закатился, утром мне 40 стало. Откуда 40, тоже ничего не пойму. Потому что срез вроде как должен был быть. У меня срез этот сделали или не сделали. Они сделали, да. Ничего не знаю. Ты еще начислили, затрю, 40 монет стало. Чего к чему, ничего не пойму. Поэтому не знаю. Просто посмотрим. Ну, покупать я их точно не буду. То есть я хочу посмотреть, как это все будет дальше развиваться. Ну, и сконвертируют, когда начислят в кабинет. Ну, бесплатно получу и все. Володь, а вы в клубе Финнику-то заходил кто-то у вас? Ну, у нас много ребят есть, кто Финника, но мы не заходили. Как там ситуация? Финника? Да. Финника все хорошо. Я говорю, они же запустили вот эту тему кэшбэк 25%, по-моему, да, или сколько там. И там чеки, короче, там нужно. Вот мы приглашали. У нас тоже в закрытом клубе на этой неделе был Рустам Мухаммед Галиев, наверное, знаете, да? Вот, он тоже Финника достаточно хорошо там прокачался. Вот, и он рассказывал как раз про эту тему, и там про чеки, что там чеки можно там все там прикреплять, и тебе там, короче, кэшбэк начисляется, и эта тема прям, ну, такая бомбическая. Кэшбэк на любые покупки или с какой-то карты? Нет, там на чеки, там, да, там, ну, я сам там Финника нету, поэтому ведь это как бы сказать не могу, ну, я так в общих чертах тебе говорю, то, что я там услышал, что тема нравится, да, вообще, я вот жалею, честно, что у меня нету Финника, да, не было, точнее, но сейчас я, соответственно, заходить уже как бы не буду. Я слышал, они минималку повысили до трех тысяч. Да, по-моему, да, я тоже слышал. Нет, это тоже грамотно, ну, смотри, пришло тысячу человек по тысяче, и эту тысячу человек надо кормить. Ну, те, кто зайдут по тысяче, тысячу человек по три тысячи, ну, это как бы все грамотно сделано, молодцы. Я тоже жалею, что не зашел и не обратил внимания в тот момент, в момент старта, когда год назад это было. Вот, а так они молодцы, даже если они, у них ноги там, да, ты что там, хейтишь на этот призм, говорю, на Финника, я говорю, да, ребят, если он даже сегодня скоманет, никаких претензий к тому, как он отработал, нету. Ну, реально, дай бог каждому проекту так поработать. Поэтому здесь они вообще молодцы, конечно. Ну, там репортажи уже пошли, я видел, на телевидении, но это тоже не очень хорошо. Ну, привлекает внимание к себе. Привыкает. Хорошо. А B2B Javelry-то в каком-то формате функционирует или все там нужно? B2B, да, там, ну, там они, короче, там история, что нужно приглашать, чтобы вводить свое. Вот они к этому пришли. Насколько я помнил, вот я на следующей неделе все-таки поеду все уже. Свои пять тысяч долларов, которые у меня сертификаты, я все-таки отовариваюсь последним серебром. И на этом я забуду про B2B раз и на всегда. Поедешь в магазин? Ну, да, у нас здесь работает, в этом, в Сочи, в Адлере, где мы закупались. Ты в Адлере, да, живешь ли в самом Сочи? Нет, в Адлере, в середине. А там открыли уже после карантина магазин? Да, я заезжал, все работает, я заходил, спрашивал. Ну, там по курсу, правда, как я покупал, по 60, что-то там с копейками, или по 50, там по 57, по-моему, что-то в этом роде у меня, по тому курсу на осень. Они говорят, да, приезжай, все, тебе там просто по СМС-ке там все придет, мы тебе там все отоварим, все хорошо. Так что это, все четко. Александр Афанасьев пишет, даже ли шашлыки, и так приятно вас слушать. Вот Бобе это неприятно слушать, если бы ты сказал, что у тебя веганский шашлык, то тогда бы я обрадовался. Я сейчас вообще на голодание, у меня сейчас пятый день голодания, сегодня последний день сухого. Как ты чувствуешь? Хорошо, у меня сегодня сухой день, вот, короче, без воды, без еды. То есть ты вообще без воды? Да, без воды, без еды, вообще веселый. Я тут с Тархуном дразню просто зверски. Нет, мне не хочется, не хочется. Слушай, ну там же в Сочи все-таки жара, и как ты это? А у меня здесь кондиционер работает вообще-то. Есть такое изобретение кондиционера, да? Есть водичка вот такая, но это я сейчас не пью, это Канген, кстати, вода, я с собой. Не знаете такую тему? Заряженная? Ну она водородная, да, я себе же аппарат купил, не говорил я, да? Я видел у тебя видеоотзоры, там, живая вода. Канген? Да, Канген аппарат, это Enagic фирма, японская, уже на рынке 46 лет, то есть с аппаратами они... А, это которые щелочные делают, да? Щелочную воду, да, при аж 9,5. Максимально, ну там даже, ну да, максимально 9,5, вот да, вообще просто огонь. Ну и как ощущения? Ну классно, я вот первый день на воде, когда проводил, первый из пяти, тоже вот на Кангене как раз вот ощущения совершенно другие ты проводишь, ну то есть намного легче, во-первых. Во-вторых, там есть функция на аппарате, можно, короче, ты включаешь, она там, сильная вода, там еще там заливаешь такую соляную воду, и, короче, он еще из этих, из овощей вытягивает там, короче, всякую гадость, то есть из помидоров там пестициды... Нитраты. Нитраты, да. Ну то есть я там даже эксперимент проводил, то есть показывал как раз, какой ты, наверное, видел. То есть там помидоры, черри ты берешь, распечатываешь одну и ту же пачку, из водопроводной воды наливаешь воду, ставишь, стакан туда черри, там по 10 я туда кидал. И вот эту вот сильную воду, ее пить уже нельзя, соответственно, но вот она вот для вот этих вот целей. Это один из, получается, восьми режимов. И, короче, уже через 15-20 минут уже вот одна вода белая там, где вот обычная водопроводная, а с Кангеном там она просто желтая, просто такой цвет вообще, ну как моча. Почти. Она оттуда вытянула ты, короче. И что самое интересное, что они там, ну можно вот прибор мне сейчас тоже должен прийти, она заряжает все овощи, там фрукты, ягоды, еще, короче, отрицательным зарядом. Ну то есть как нам нужен нашему телу. И, короче, ну это как вот ты с грядки сорвал овощи, ну или там с ветки, и сразу кушаешь. Вот вкус такой же. То есть вкус меняется, решетка меняется, кристаллическая, плюс вода водородная. Ну, короче, одни плюсы. Понимаешь, а насчет изменения цвета воды, вот, ну для меня это не показатель, потому что, извини, мы когда борщ варим, у тебя кастрюля тоже, ну суп становится красным. Не потому что это химия, а потому что свекла окрасилась. Да, вот было бы неплохо сделать какой-то химанализ, действительно ли, как ты говоришь, он вытягивает там нитраты и какие-то вредные вещества. Ну вот, допустим, мясо, если кладешь, вот на сути там мясо, чтобы антибиотики он оттуда вытаскивает, то там вообще вода белая, прям вообще просто. Всяж, короче, с пеной. Или там курицу кладешь. Ну вот я не знаю, ну вот в одном же стакане, понимаешь, водопроводные ты помидоры же, как бы смотришь, она прозрачная, там ничего не выделяется. А в этой она желтая совершенно. Или черешню я там закидывал, она вообще просто. Ну черешня там понятно, ну тоже желтая такая. А где-то там ничего, то есть как бы не выделяется. Сергей Павлов вопрос задает, спросите у Володи, сколько стоит аппарат? Аппарат стоит недешево, я скажу так. Ну это стоит того, ты его покупаешь сразу на всю жизнь. 4 тысячи по-моему евро. Ну да, 324 тысячи рублей он стоит. 324 тысячи рублей. Да, вот так, как машина. Буду тархун пить. Да, пей тархун. Ребята, покупаете аппарат за 300 тысяч, а потом голодаете, как Володя. Не, кстати, на самом деле, я, когда тренировался, у меня тренер, он не ел, вообще не ел, то есть у него, он чисто голодал. Больше 30 дней, 31 или 32 дня у него было. Вот такие эксперименты у нас его проводил, но тогда на тот момент он был, по-моему, уже за, в районе, ну 50-60, где-то вот в этом, вот, то есть он из себя все выгонял. Он пил только воду, воду перед, замораживал, потом размораживалась, и он и только пил. И вот так вот три. Так он еще на сего проводил эксперименты, то есть он там подтягивался, с гирями работал, то есть он давал нагрузку еще дополнительно на тело. Ну, а так и нужно. То есть ты когда на голодании, если ты ничего не делаешь, то это жесть. Если ты не делаешь зарядку, то у тебя сил вообще не будет. Ну, как бы будет, но меньше. То есть я заметил, у меня на голодании, особенно на сухом дне, у меня энергии вообще просто вот, ее девать. Вот у меня сегодня, вот я на сухом голодании, у меня сегодня три прямых эфира, я проснул сегодня в 5 утра, из 5 утра я на ногах, и я вот сейчас вот, как бы полон сил, я могу там много чего сделать, поработать там еще. Вот и все. Так что это классная тема, я вот раз в месяц практикую, мне ее очень нравится. Так, здесь вот вопрос как раз задают. Когда будете заходить и развивать ТИК? ТИК, я, кстати, вот думаю насчет ТИКа, если честно. У нас тоже в закрытом клубе есть участник, вот он у нас презентацию по ТИКу проводил, и, честно говоря, вот я так вот пропустил, но вот сейчас я вот, честно, планирую, может быть зайду там тысяч на 100, на 200, попробую там поразвиваться, потому что тоже тема такая, причем у них там денег в этом ТИКе, они вообще там, короче, там, чуть ли не миллиарды рублей там, ну, не чуть ли, а так и есть. Почему рублей? А не в рублях-то? Можно в долларах, можно в долларах сказать. Нет, у них депозитов в рублях вообще, да? Миллионов долларов, да, очень много. Так что я подумываю так, насчет ТИКа, вот такое вот, в серьезное направление, если зайти, то... Я не знаю, я все отнекиваюсь, потому что я вот сколько раз, знаешь, вот сидишь такой, думаешь, он просто год работает. И вот сколько раз я ловил на мысли о том, что, блин, если год работает, надо не заходить, как бы тебе не хотелось. То есть, и по большому счету, больше, большее количество раз, у меня было пару раз, когда я вот, действительно, надо было зайти, несмотря на то, что, ну, то есть, откреститься от этого правила, но это было буквально вот один раз, наверное, это ФИНИКа. Когда я перед самым Новым годом, я еще сидел, не перед Новым годом, после Нового года, январь месяц был, я думал, блин, может, ФИНИКа, думаю, зайти, там вот эта программа, 35% от цены, да, какой-либо там. Я думаю, может зайти, не зайти, и потом думаю, блин, да, вдруг с кого-то неудумаю, короче, блин, ну, что-то опасно, короче, ну, ладно, не буду. И вот в тот момент, если бы я зашел, то я бы, в принципе, за это, заработал бы. А все остальное, все остальные проекты, просто я бы потерял бы. И все. Ну, вот тут есть исключение из правил, потому что вот Life is Good тебе, пожалуйста, пример, когда можно сходить, когда угодно. Вот я тоже зашел. Это с консервативной доходностью. Проценты совсем другие. Да. Ну, это да. Я вот полтора года в этом, в Life is Good и ни о чем не жалею. Я, кстати, уже сейчас... смотри, почему там тоже есть хейтеры, которые, а, это пирамидоз, это вот, ну... Ну, это просто люди, которые вообще ничего не понимают, не разбираются, слушают всяких там тоже блогеров, которые тоже не вникли вообще в основу, вообще в суть и несут они чушь. Ну, на мой взгляд, вот и все. Не разобравшись, можно что угодно у нас захейтить, так что... Ну, ну, это понятно. Вова, слушай, а вот по Амиру, это реальный фонд или просто проект, который с низкими процентами и, в принципе, можно поработать? Нет, я считаю, что, наверное, это реальный фонд с торговлей, там, с инструментами, которые у них там есть. Ну, с перемешку, наверное. Фонд реальный, плюс, наверное, частично, что-то поделяет, отверстия. Не, ну, дай бог, что обработало просто, и все. Ну, лучше воспринимать как проект, и, в принципе, разочарования никаких не будет. Ну, просто там сложный процент, и, вот я, почему он стал интересен, сложный процент, это первое. Второе, крипта, то есть, на крипте еще дополнительно можно зарабатывать. Я буквально недавно записывал ролик, и я показывал, что в феврале я покупал там, что-то около 7, там, или не помню, сколько эфиров, 60 тысяч рублей на них потратил. И сейчас эти эфиры у меня увеличилось их количество, и по курсу, который он сейчас продает, что там получается 260 тысяч рублей. То есть, 60 и 260. Ну, это, ну, как можно на этот инструмент что-то плохое говорить? в смысле, у меня тоже было 5 тысяч долларов, сейчас у меня 10 тысяч долларов с копейкой. Я тебе ничего не говорю. 5 и 10. Это разница такая. Да. И докидывать не надо. Я думаю, блин, когда же я выйду на эту программу, на вторую, короче, там, это, чтобы по партнерке получать побольше. Думаю, ладно, может быть, закину еще 10 эфиров, короче, и ничего делать не нужно. Вот этот эфир. Так сами выросли. Ну да. Слушай, это только цветочки. Да, и там еще в чем плюс, огромный плюс, я считаю, то, что ты в любой момент можешь просто поставить на вывод, в понедельник у тебя отсчет идет, и ты выводишь. Да. не надо ждать, пока твой портфель закроется, там, сколько это количество дней отработает, то есть, вот это прям очень круто. То есть, все, понедельник у тебя пошел отсчет, если ты в воскресенье поставил, в понедельник у тебя идет отсчет, там, и по регламенту тебе все выведут. То есть, то есть, вот это очень круто, то есть, мне очень нравится. Да, согласен с тобой полностью. Так, я по понедельникам, товарищ Котов пишет, я по понедельникам голодаю, чисто на воде и травяных чаях. Согласен, энергии добавляется, даже подтягиваться в понедельник, подтягиваюсь в понедельник по 14-15 раз, обычно 10-12. Вот, товарищ Котов у нас тут вот, как раз таки вот поддерживает. Потому что живот пустой, подтягиваться легче. Да нет, просто еда, просто энергию забирают очень много. Так что... на ночь же, почему не рекомендуется тоже, потому что желудок начинает ночью работать, если ты на ночь поел перед сном. Да, желательно до 6-ти вообще не еть, ну, после 6-ти не еть. У меня вот тоже практики... В том году у меня практика была, полгода я как раз после 6-ти не ел, вообще просто. Ощущение совершенно, другие ты вообще... Никаких жиров у тебя нету, там вообще просто, то есть, как бы у тебя все уходит, само собой, если есть они. Вот, так что, шлаки выходят, токсины с голоданием. Я в этом году несколько месяцев интервальное голодание практиковал, это стараешься есть в промежутке 8-ми часов, чтобы там 8-ми часов ешь, 16-ми часов не ешь. Ну и что? Как у тебя ощущения? Нормально, даже неделю попробовал, один раз в сутки есть, как получается, следующий прием через 24 часа. Ну, терпимо, нормально, ну, как бы, поскольку я вешу 100, там больше 100, у меня вес был, я в том числе с целью похудения, но, на самом деле, пришел к выводу, что интервальное для похудения не очень подходит, потому что, видимо, все-таки организму надо периодически, потому что для него это стресс, и он сразу раз такой, ух, ничего не отдам, то есть, образно говоря, я там, неделя за неделей проходит, а вес примерно остается на том же уровне, а вот стал питаться где-то 4-5 раз в день, нормально, вес снижается. Андрей, тебе надо переходить просто на трехразовое питание, понедельник, среда, пятница. Так, еще год будет работать, а то и больше. Это, видимо, по тику, Руслан прокомментировал. По тику? Руслан гарантирует. Да не, гарантии тут никто не дает. Гарантии мы давным-давно уже не верим. Вот. Так. Мамы, клынусь, да. Так, что, может, конкурс устроим какой-нибудь? Давай. Уже час 15 мы практически вещаем. Да, надо же слово придумать. Да, давайте, у нас же чат там есть, да, давайте в чат. Только не забудьте, идет демонстрация экрана, поэтому, да, надо. Я с гаджетом. Я с телефонами. Мои гаджеты. Руслан Галин спрашивает, что скажете по финикам? Да, по финикам мы уже говорили сегодня. Ну, хорошо, молодцы, работают. Дай бог, чтобы дальше работали. Вот. Ну, я считаю, что поздновато туда заходить. Хотя, когда я так же думал в январе месяце, ну, судя по тому, что он сейчас работает, в январе месяце было не поздновато. Так, сейчас я наш чат найду и прям в чат, наверное, напишу, что тоже мы, это, каждый, 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 Так, она плохо придумает, я же ничего не придумал, да, как делать? Так, ребят, поставьте плюсики, готовы к конкурсу или нет? Нет еще, я вот сейчас зашел в эти странные слова, короче, какие-нибудь, не буду. Ты хочешь за таких? Ты хочешь за таких? Посмотрю, что там смотрю. Ты хочешь что-то замудренное, да, короче? Ну, да, то там, отгадали мое слово вообще в тот раз сразу. Альяну видит, короче, и все, и сразу, опа. Так, Андрей загадал слово, так, я еще не... А, не, не, это, это я просто чат нашел, это, это не я загадал. А, это вот то слово, которое ты загадал. Нет, сейчас. Так, сейчас я тоже тогда придумаю, что-нибудь. Давайте вот так вот. Так, че же, че же, че же делать? Надеюсь, без ошибки напечатал. Так, розыгрыш в битках? Нет, у меня был, я сто ура разыгрываю, ребят. А кому писать-то, чтобы... Вот в группу просто, напиши. В чате. А, вот, да, вижу. Я, вот, Андрей написал, я тоже написал. Так, а я, наверное, буду ввести просто, надо фиксировать. Так, так, ребят, у нас розыгрыш, розыгрыш. Сколько будем разыгрывать? Я сто монет ура разыгрываю. Сто монет ура, да? Ага. Я, наверное, призмы, потому что ура у меня нет, я тоже призываю. Ну, да, как раз. хотя я могу Торов разыграть, ой, этих тронов разыграть, вот что я разыграю, потому что меня как раз завел трон-кошелек, кстати, вы не видели трон-кошелек? Я завел его тоже недавно, я там тоже зашел, короче, в одну тему, надеюсь, она стрельнет, там, мне пообещали 25 иксов, посмотрим. так, и мое слово. Давайте я разыграю, наверное, 100 тронов. Ну, там кошелек придется заводить. Ну, у тебя вор, тоже как-то там что-то надо будет делать. Ну, в принципе, да. Не, просто у меня кошелек попроще, у меня на сайт зашел просто и все. А этот же, который заводится, он же в этом верхнем правом углу, там, это приложение, то есть, не расширение, троновски. Я не ошибаюсь же? Я не знаю, какой-то, ну, такой фиолетовый. Да, да, ну, он в виде расширения идет. Нет, никаких расширений. Приложение на телефоне, приложение. на телефон, не, на телефон я не качал, у меня я совсем на ноуте там лежу. Блин, это вообще, там можно биткоины, эфиры, что хочешь хранить, он такой классный, я сегодня прям влюбился в него, честно говоря. Да? Понял. Да. будет тоже затестить. Да, затестить. Все, погнали. Первое слово, так, Андрей, твое, да, наверное? Ну, давайте, ребят, так, первое слово есть, все. Давайте, победим, наша команда. Так, все, поехали. Значит, пошло, 100 тронов я разыграю, как раз есть возможность зайти в трон чейн, кому-то там. сейчас первое слово мы Андрея. А, да, ну, я имею ввиду, Андрей, что разыгрывает, сколько монет и чего? Ну, призмы, давайте, сколько там. У нас сегодня, да, такие все три разные монеты. Да. Тогда призм, оура и трон. Сколько призмов ты разыгрываешь, Андрей? 100 монет. Ну, все, так, что это, 100 монет. Все, погнали. Монет у всех 100 монет. Джастин Бибер нет. Нужно, Леха, смотри, нужно угадать слово, то есть у нас три слова, нужно говорить варианты, просто спрашивают, как играть. А мы говорим, да или нет? Это не живое, это не материальное, но деньги на это надо. Это слово мужского рода. Неживое, не материальное, мужского рода. Просто надо варианты, говорить, какие варианты у вас есть. мы уже загадывали. Задавайте наводящие вопросы, но мы ответим только да или нет. Вода, нет, ребят, не вода. Друзья, давайте. В принципе, с водой связано. Вот это слово, оно с водой связано. Так, трон, токен, тархун, хлеб, дома нет. Жизнь. Ну, у меня нет. Связано с водой, друзья, подсказка из моего канала, кто угадывает. Давайте, друзья. Вот с морем очень близко, это самое близкое. С морем связано, да. Океан тоже близко. Повечка. Лед, камень, сок, волна, минералка, компот. Нет, нет, это будет не с водой. Вот смотрите, первое, потом море. Нет, не шампунь, Александр, не шампунь. соль, песок, фильтр, вода, ламплика, 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 приколь, пиз, пляж, камень, тархун, Не канген аппарат, не канген. Катер, источник, нет, 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 не яхта. Потрогать можно? Нет, само вот это вот потрогать нельзя. Само слово, да, само потрогать нельзя. С водой связано. Нет, не канген. Большой? Ну, как бы это слово, его нельзя измерить. Канген, нет, нет, раковина, нет, не раковина. Потрогать раковину можно? Это не раковина. Нет, не туман. Тут чеки, отдых, отдых, да, это отдых, это, я думаю, сейчас угадают. Подсказка, подсказка, отдых, отдых, да. Лед, нет, не лед. Штиль горизонт, отлив, нет. Термит, нато, нет, отдых. Путешествие, ну вот рядышком, туризм, пляж, пляж, серфинг. Потрогать нельзя, но связано от воду. товарищ Котов, круиз, товарищ Котов. Отгадали, отгадали. Товарищ Котов. Круиз слово. Круиз. Товарищ Котов. Хорошо. Есть. Все, отлично. Поздравляем, да, товарищ Котов, ты мой телеграмм знаешь, напиши мне выжить. Да. Андрею пишет, слово от Дениса сейчас будет у нас. Мое, да, слово? Окей, погнали. Все, слово, которое я загадал, тоже имеется, и поехали. Все, так, теперь слово от Дениса, это совершенно другое слово. Да. Сейчас Денис скажет, что это. Кто монитор, кто ура, поехали. Кто монитор, выгоньте Котова, говорят. Наводящие какие там темы у тебя. МЖ мужского рода. Живое, нет, не живое. Мужской род, не живое. Да. Мужской род, не живое. Да. Давайте, давайте, ребят. Фактически. Нет, свапфи пушка. Давайте отгадаем кто-нибудь из моего канала. Нет, поднять можно? Да, можно поднять. Можно поднять. Материальное, да, можно потрогать, можно поднять, да. Крипта нет. Материальное можно поднять, не крипта. Крипту потрогать нельзя. Нет. Батут нет. Курс, компьютер. Дома есть? Да, есть. Есть дома такая штука. Компьютер, нет, деньги, курс, стол, телевизор, золото, стол, стол, кэш, нет, бутылка, вода, нет, нет, сахар, нет. Вообще не в ту сторону. Копилка нет. Так, давайте поактивнее, друзья. Опять светлаков? Нет. Холодильник, стакан, шкаф. Диван, нет, не диван, турник, не инструмент. Это не то, что инструмент, не инструмент, но такое. Некая полезная вещь, да. Полезная вещь, да. Некая полезная вещь, не шкаф. Стул, тархун, чашка, телевизор, ложка, не микрофон. Стол, доска. Электрическая? Вот с электричеством, да, связано. С электричеством связана, друзья, подсказка. Близко, аппарата, ручка, нож, мультимарка, микрофон, микрофон был. Холодильник, вилка. Сто монет, ора, друзья, разыгрывается. Сто монет, ора. Вилка, дрель, лампочка. С электричеством связано, не лампа, нет, не лампа. Принтер, тренажер, календер, микрофон. Побольше дверцы. Нет, не чайник, нет. Мимо, 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 ребята. Связано с измерениями. Да вроде бы нет. Вроде не связано, но его измерить можно. Да. Микрофон. Нет, не телевизор, не телефон. У тебя есть комнате, да, у меня есть комнате. Да, у меня тоже есть. Бра, миксер, кофеварка. Телефон, нет, не телефон, не телевизор, не свет. Телевизор, микроволновка. Нет, 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 ребят, все намного проще. Еще проще. Аннометр, вопрос можно повторить. Светильник, пресло, накопитель. Вопроса тут нету, надо слово подать. Это мужской рот, материально, потрогать. Нет, он не светит. Он не светит. хотя есть, наверное, некоторые, которые светят, да? Янглексы, светят, да. Ну да, с подсветкой. С электричеством тоже подсказка, вот такое вот слово. Монотор, дверь, часы. Очень простое слово. Кондиционер, да, простое слово. Простое. Прямо вот вы даже в Советском Союзе им пользовались, то есть не надо сейчас как бы это все перекидывать, что это вот что-то современное. не просто. Стакан, выключатель, нет, нет, нет. Вентилятор. давайте. Прям вот когда узнаете какое-то слово, скажите, черт подери, почему я его не отдал. Вентилятор. Нет. И в чьё ж, подери. Нет, ребят, вот увлажнитель, культ, это прям, ну это прям очень, очень современно относительно от того слова, которое мы загадали. Вложить светильное... Связано с электричеством, подумайте. Связано с электричеством. ИтQUем варианты. Что может быть связано с электричеством? Розетка, кондиционер, ну вот уже там близненько бывали уже соловейки, которые сверкали, но пока ещё не то. Выключатель тоже близко. Магнитофон нет, не магнитофон. Лампа нет, ламп самовар нет ни самого удлинитель все есть молодец угадал эдуард живого эдуард тебе нужно писать мне я тебе дам контакт дениса удлинитель друзья угадано слово поздравляем эдуарда дадите вы мое слово угадайте хотя тут тоже еще одно слово ребята осталось и нужно написать мне в telegram сейчас подождите секундочку я прям свой телеграм напишу эдуард пишу свой телеграм напиши пожалуйста что ты победил я тебе пришлю контакт дэн инвестор просто его сообщение или его сообщение да тебе выплатит 100 монет я тебе все равно еще напомню что напиши что я выиграл монету все поехали слово есть это слово владимира вот чтобы вы знали то есть у него немного другие слова не удлинитель точно нет это не живое материально все может почему же может быть там и но это но живой смысл имеется ввиду там собака чуна в таком формате не женского рода слово даже трогать но в принципе пощупать так ну как бы руки опустить руки опустить можно 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 поднять среда ну какая-то там среда до 3 какая-то среда есть не вода и не нет не растет вода 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 лед свобода не улитка не вода друзья более сложное слово я такое легкое бы не стал загадывать земля вода ну конечно сразу сказал я же вам посерьезней что не так чтобы удалить как раз тоже до кальян курил с кальяном что-то этого не сразу угадали аквариум нет ни аквариуму вас инфузория не но это уж совсем сложно ребят по тронов на счету друзья 100 тронов возможно это напиток съедобная пить можно эту штуку но она очень такая полезная как говорят и конечно сейчас сомневаюсь в этом но раньше я такую штуку употреблял синхофазотрон сложно снег рыба лилия вода нет смузи нет не смузи коньяк вода тархун виски нет 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 кола тархун баржоми тоник черный гриб буратино пошли жидкости всем близком так нет это не не заморская чайный гриб нет кисель моча моча нет я в мочу не употреблял друзья я на сухом голодании коктейли на сухом голодании без бочи сегодня на нас нет 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 но хотя у любишь так ваши вот уже пошли я сейчас не пью такую штуку квас молоко вот уже что-то близко пошел пошло до близки близки слава коктейль айран там кефир газировка кто 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 хочет участвовать эфир кумыс айран там чача сметана бифидок я думаю вот-вот вот сейчас потому что уже поняли в какой направлении просто кашеванка йогурт минералка буратино нет но это не в ту сторону буратино и воротка все есть александр ненчин победитель молодец александр ненчин напиши мне пожалуйста в телеграмм телеграмм свой опять скидываю еще раз так сыворотка тогда володя так круиз тогда вы увидите значит этого самого на андрея а я тогда вована дуар я до александр я запоминаю мне пишешь александр в telegram что ты выиграл 100 трон со своего аккаунта именно с телеграма да сегодня что-то у нас прям очень это самый короткий прямой эфир за все проведение наших мы обычно по два там и два с копейками обычно всегда проводим сергей крепуз пишите 1 нет сыворотка слово уже было у володи на канале и оно было раньше чем у нас здесь потом написал сергей уже поэтому назвал из блогеров тот и это первый до 1 зал давай так и да да сразу сразу как ребят все уже все уже закончили ребят все пишут так ну что все давайте тогда пару слов будем заканчивать в любом случае мы еще будем до стримы же проводить такие раз в месяц на следующий раз мы уже в сентябре наверно увидимся в начале сентября да там сориентируемся посмотрим что там как будет володь а у тебя в твоем клубе есть там ребята которые тоже блог ведут видео делают кого мы могли бы там пригласить тоже на трансляцию в будущем да есть у нас есть виктор машинка как раз мой куратор life is good вообще прям мужчина красавчик пришел в клуб вот одним человеком с наемной работой там все такое сейчас уже все он life is good хороший специалист уже структуру строит завел свой канал свои соцсети telegram там и так далее так что можем если он согласится можем для примера я кстати это вот влад хотел перковский мой друг знаете вывод у него тоже там свой канал и мы уже с ним много лет дружим он тоже хотел поприсутствовать на нашем первых яму сегодня звонил но он уехал там короче на море там с семьей вот следующий прямой эфир он скорее всего с нами присоединена отлично да да что так что разнообразим следующий прямой эфир вот таким вот дублем до следующий стримчик когда проводим уже в сентябре месяце вы как соберете спешите я связи не так ничего давайте пару заключительных слов до будем заканчивать закругляться уже да друзья ну что я могу сказать в общем то все хорошо не вешайте никогда нос чтобы не происходило в ваших жизнях потому что это позиция наверное жертвы да когда этом скорбите почему-то там или по каким-то проектам вот как сегодня там не помню где там было по вгс а нет это в предыдущем прямом эфире там все там вот вгс там со скамился теперь все мы там расстроены на всю жизнь что все проекты там теперь мы будем вспоминать вгс вгс там и вообще жизнь не заканчивается на скаме проекте и если вы пришли сюда зарабатывать то здесь нужно понимать да что здесь скам это нормальное явление если вы пришли в хайп индустрию то вы принимаете это как инструменты для заработка да и не только берите хайп вот мой совет вот просто на моих ошибках тоже как бы я научился там свое время берите какие-то консервативные инструменты вот прямо заранее не гонитесь там за высокими процентами потому что где высокий процент там всегда вот потери ваши опыты да вы покупаете вот за эти потери и лучше распределять риски между консервативом высокорискованным каким-то инструментом потом там я не знаю можно в акции вложить или еще там куда-то в криптовалюта тоже такой нормальный инструмент это уже отдельный такой блок вот поэтому только вперед несмотря ни на что носками жизнь не заканчивается и всегда нужно идти вперед если вы хотите прийти к большим деньгам то тут вот нужно к этому быть готовым потери да потери есть у всех у меня тоже есть потери несмотря на мой вот восьмилетний опыт уже девять лет сейчас в декабре будет уже я тоже теряю деньги тоже для меня это ну такая неприятная ситуация несмотря на то что давно здесь зарабатывают вот но иду вперед потому что у меня портфель достаточно большой какой-то там маленький скам ну ли большой скам он как-то не очень влияет на вообще полностью мое финансовое положение вот я вам желаю чтобы вы пришли вот именно к такой ситуации когда вас скамы так расстраивать не будет не будут волоте согласись вот тема инвестирования особенно актуально в наше время когда в мировой экономике всякие турбулентности происходят да очень актуально я говорю я именно в кризис стал зарабатывать просто вот в разы сейчас больше чем было до кризиса но и работать стал намного больше особенно с клубом чем раньше поэтому давайте ценности людям до какую-то информацию решайте их проблемы и деньги к вам сами тоже будут приходить только так приходят деньги вот такая вот рекомендация от меня спасибо всем кто зашел на трансляцию на наших каналах собственно такой формат я думаю многим нравится потому что мы в режиме таких посиделок дружеских общаемся есть возможность вам в том числе под нашим подписчикам задать вопросы в прямом эфире а мы на них в прямом эфире можем ответить если владеем информацией но в общем таком режиме будем будем выступать и дальше подписывайтесь на канал и кто еще не подписан и будьте на связи на ребят всем большое спасибо за просмотр спасибо что потратили свое время также владимиру спасибо андрею жариков спасибо то что уделили свое также время потратили поделись каким-то опытом значит ну также присоединяюсь владимиру конечно на скамах все не заканчивается просто надо из каждой негативной даже ситуации вытаскивать какое-то зерно позитива я об этом говорил как раз таки после скама свапки и если бы не какие-то потери то эти если не потери то вы не даете и до какого-то там хорошего достойного результата но либо ли того результат который у вас стоит поэтому здесь самое главное не забывать о рисках ни в коем случае потому что они всегда есть если вы вообще не готовы к скамам тогда лучше вообще не заходите и проект на этом будем заканчивать большое спасибо за просмотр подписываемся на канал нажимаем колокольчик чтобы не пропускать следующих видео но с вами были зарабара хорошо владимир сушков андрей жариков и дэн вес всем хорошего настроения и сети витей стройте сети пока 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 global star club возможности безграничны